Кошмар Чайхане прохладно, сюда не проникает полуденный зной. Я расскажу вам, почтенные, о возмутителе спокойствия, сеятеле раздоров, веселом бродяге, друге бедняков. Я расскажу о хадже на средине. А ты, чайханщик, завари нам чаю покрепче, да принеси самые тонкие пялые. Перенесемся же мыслями на белую каменистую дорогу, что ведет в славный город Бухару. По ней спешит хаджан Астрелин, возвращаясь из долгого изгнания. Бухара! Он любил свою родину, и не было в мире больше любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой на медно загорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах. Паля вокруг зовут меня, И шаг мой, друг, ведет меня. Пылит дорога, лежит дорога, Бежит дорога к дому, к дому. Арык звенит, манит меня, Пчела гудит, все для меня. Душа смеется, душа тоскует, Душа ликует в песне, в песне. Вот уже показались в пыльной мгле высокие минареты. Все ближе, ближе городские ворота. Звенит, дымится дорога под копытами и шагами. Мой старый дом, прими меня, Отцовский кровь, согрей меня. Земля большая, сады без края, Страна родная, здравствуй, здравствуй. Стой! Никто не вступил в благородный бухарун, Не заплатив пошлины В казну повелителя правоверных Солнцевселенной, пресветлого эмира. А что я могу отдать солнцу вселенной? Заплатанный халат, старую тюбетейку? Отвечай, откуда ты едешь и зачем? Я приехал из Испагани, О, пресветлый господин, Здесь, в Бухаре, живут мои родственники. Так, ты едешь в гости к своим родственникам, Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину. Но я еду к своим родственникам не в гости, А я еду по важному делу. Так, по делу. Значит, ты едешь в гости И одновременно по делу. Плати гостевую пошлину, Деловую пошлину И пожертвуй на украшение мечетей Во славу Аллаха, Который сохранил тебя в пути от разбойников. Ой, лучше бы он сохранил меня сейчас, А от разбойников я как-нибудь и сам уберегусь. Ну что, получай, О, премудрый сборщик пошлину. Постой! А кто же будет платить пошлину За твоего ишака? Да, если ты едешь в гости к родственникам, Значит, и твой ишак едет в гости к родственникам. О, да, 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 ты прав, О, мудрый начальник. У моего ишака в Бухаре Действительно великое множество родственников, Иначе наш пресветлый мир С такими порядками Давным-давно полетел бы с трона, А ты, о, почтенность, За свою жадность попал бы на кол. Вперед, мои шаг, вылечай! Дерзко и вольнодумец! Схватите его! Такой ответ сделал бы честь самому Хаджина Среддину. Может, не он ли это? Что ты, сосед, Разве ты забыл, Что за голову Хаджина Среддина Эмир обещал три тысячи туманных... Не догнали, упустили. Этот ишак так же скор на ноги, Как его хозяин на язык. Да, Хаджина Среддин был уже далеко, В шуме и сутолке родной Бухары. Он брел по узким уличкам, Держа под усцы ишака, Голодный, без гроша в кармане, В рваном халате, Прожжённом искрами дорожных костров. Он направлялся к отчему дому, В котором родился и вырос, Играя в тенистом саду, Где в осенние прозрачные дни Шелестело желтеющие листва, Тонкими голосами пели птицы, И спелые плоды с глухим, Словно бы отдалённым стуком, Падали на землю. Но что это? Что это? Где же дом? Одни разваленные бугры, Рытвенный чертополох, Обгоревшая циновка, Обугленные кирпичи. Где же дом моего отца? Мир тебе, старец! Скажи, чей дом стоял раньше на этом пустыре? Здесь стоял дом сидельщика Чирмамеда. Я хорошо знал его. Он был отцом знаменитого Хаджина Среддина, О котором ты, путник, наверное, слышал немало. Да, я слышал кое-что. Но скажи, где теперь старый сидельщик? Где вся семья Хаджина Среддина? Тише, тише, сын мой. В Бухаре тысячи и тысячи шпионов. Они могут подслушать нас, И тогда не оберёшься беды. В нашем городе строго запрещено Упоминать имя Хаджина Среддина. За это сажают в тюрьму. Наклонись ко мне поближе. Да, да, да. Вот. Как-то разнёсся слух, Что Хаджина Среддин, Изгнанный эмиром, вернулся. Тайно проживает в Бухаре, Сочиняет про эмира дерзкие песни, Подговаривает людей не платить налоги. Тогда эмир повелел схватить его отца, Двух братьев, родственников и друзей, И пытать их, Пока они не скажут, Где скрывается Хаджина Среддин. О, горе, горе. Отец его умер от пыток. Братья тоже погибли, А родственники бежали из Бухары. Тогда эмир приказал разрушить этот дом, Выкорчевать сад, Чтобы истребить в народе Самую память о Хадже на Среддине. Но за что, за что их мучили? Ведь Хаджина Среддина в то время не было в Бухаре. Я это очень хорошо знаю. Никто не может знать этого путник. Хаджа на Среддин появляется, Когда захочет, И исчезает, когда захочет. Он везде и нигде Наш несравненный Хаджан Среддин. Счастливой тебе дороге, путник. Не давай воли языку, Береги с шпионов и мира. Ах, пресветлый мир. Ты окружил себя шпионами? Отлично. Скоро на их долю выпадет немало работы. Поля вокруг Зовут меня И шаг мой друг Везет меня Пылит дорога Лежит дорога Бежит дорога К дому К дому Казалось, кроме гибели отчего дома, Ничто не изменилось в Бухаре За долгие годы его отсутствия. Те же тесные улички, Где арба, проезжая, Бороздит по обе стороны Глиняные заборы, Те же священные карагачи С чернеющими носущих Огромными гнездами аистов, Старые чайханы над арыками В тенели печущих тополей, Дым и чад харчевин. А что здесь за шум? Чего вы не поделили? Вот этот бродяга, Этот презренный оборванец Зашел сейчас в мою харчевню, До отсохнут его внутренности, Вынул из-за пазухи лепешку И долго держал ее над моей же ровней, Пока лепешка не пропиталась Насквозь запахом моего шашлыка. Потом он сожрал лепешку, А теперь не хочет платить, Да выпадут все его зубы И облезет кожа. Погоди, это правда, бедняк? Правда, господи. Нехорошо, очень нехорошо Пользоваться бесплатно чужим добром. Ты слышишь, оборванец, Что тебе говорит этот почтенный И достойный человек? Плати. За что платить? А у тебя есть деньги, бедняк? Только два медика, Последние, господи. Давай их мне, этого хватит. Не торопись, О, почтенный хозяин харчевни, Не торопись. Позволь, я взгляну сначала На эти медики. Так, а теперь Протяни-ка сюда Твое ухо, хозяин. Слышишь? Ну, давай скорее деньги. Погоди. Ты слышал, хозяин. А теперь Иди с миром, бедный человек, И забери обратно Своими медики. Да как? Но я не получил платы. Не правда? Я не получил платы. Не правда, нищий Заплатил тебе полностью. Он нюхал, как пахнет Твой шашлык, А ты слышал, Как звенят его деньги. Вы в расчете. Ахаджан Астредин уже ехал дальше, Зорко поглядывая вокруг, Ибо познание мира Собирается по крупинкам, И никакая крупинка Не бывает лишней. На берегу большого водоема Он увидел множество людей, А в водоеме, О, почтенные слушатели, В трех шагах от берега Тонул человек. Он то выныривал, То опять погружался, Пуская со дна Большие пузыри. Люди тянулись к тонущему, Стараясь вытащить его. Давай руку, Кричали они. Давай, давай. Давай, но тонущий словно не слышал. Он не подавал им руки, Хотя с каждым разом Оставался на дне Все дольше и дольше. Он идет ко дну. Давай руку. Руку давай. Руку давай. Ах, вы недогадливые чудаки. Разве вы не видите По дорогому халату И по шелковой челме, Что этот человек Мула или богатый вельможа? А где встречали вы Мулу или вельможу, Который когда-нибудь Кому-нибудь что-нибудь давал? А вы же орете, Как ишаки. Давай, давай. Запомните, О невежды, Мула и вельможа Никогда ничего никому не дадут, Они только берут. И спасать их из воды Надо соответственный характер. Но ты уже опоздал. Он не вынырнет больше. А мы подождем. Вынырнул. Он еле дышит. На, Бери мою руку. На, на. Бери. Бери. И что же вы думаете, Добрые люди, Тонущий судорожно Вцепился в протянутую руку И хаджа на средин Вытащил его. На берегу он Несколько минут лежал без движения, Опутанный водорослями И облепленный Зловонной тиной, Скрывавший черты его лица. Потом изо рта, Из носа, Из ушей У него хлынула вода. Он зашевелился. Где моя сумка? Сумка цела. Она у тебя на боку. Ух, цела моя сумка, цела. Кто мой спаситель? Вот он. Подойди сюда. Я вознагражу тебя. Тонька. Впрочем, То, что ты меня вытащил, Нет еще в этом Ничего особенного удивительного. Я, пожалуй, И сам бы выплыл. Он достоин награды. Вот тебе. Тонька. Нет, пол, Тоньки. Пойди на базар И купи себе миску плова. Здесь не хватит На миску плова. Хватит, хватит. Ты возьми плов Без мяса. Теперь вам понятно, Что я спасал его Действительно В полном соответствии С его характером. Пойдем, Мой верный шаг. Купим лепешку И разделим ее По-братски. Остановись! Остановись! Что тебе, Кузнец? Ведь я вижу По углю И копьте на твоих руках, Что ты кузнец. Да, ты не ошибся. А знаешь ли ты, Кого спас В последнюю минуту? Знаешь ли ты, Сколько слез Прольется теперь Из-за твоего поступка? Сколько людей Потеряют свои дома, Поля, виноградники И пойдут На невольничий рынок? Я не понимаю тебя, Кузнец. Разве достойно Человека и мусульманина Пройти мимо Тонущего, Не протянув ему Руку помощи? Да здешний ли ты? Нет, Я приехал издалека. Ну, значит, Тебе неведомо, Что спасенный Тобой человек Злодей и кровопийцы, И что каждый Третий в Бухаре Стонет и плачет Из-за него. Погоди, Погоди, Кузнец. Еще в дороге Слышал я От погонщиков И водоносов, Что есть в Бухаре Безжалостный Ростовщик по имени... Джафар? Да. Да, Ты спас Ростовщика Джафара, Который Для нас, Бедняков, Страшнее всех Кровопийц на свете. Что ты говоришь, Кузнец? Неужели Я своими руками Вытащил из воды Эту ядовитую Змею? Ох, Кори мне! О, Позор на мою голову! Успокойся, Успокойся, Путник. Теперь уж Ничего не поделаешь. Сделанного Не воротишь. Не загонять же Ростовщика Обратно в пруд. Ой, Я совершил Нехорошее дело. Ой, Какое Нехорошее. Но я же Исправлю его. Слушай, Кузнец, Клянусь, Что ростовщик Джафар Будет утоплен Мной в этом Самом пруду. Клянусь, Запомни мою Клятву, Кузнец. Я никогда Не бросаю Слов на ветер. А теперь Вперед, Мой верный Шаг. Поищем, Ищем Где-нибудь Себе Присталище. За полтаньга, Полученный от Ростовщика, Хаджан Асредин Нашел себе Приют Чайхане. Не в той С дорогими Коврами И шелковыми Подушками, Где вкушают Чай богатые Купцы, А в простой Скромный, Где наслаждаются Отдыхом Красильщики И гончары, И ткачи, И водоносы. Словом, В Чайхане Похожи на ту, Где идет Сейчас наша Беседа. Раздуй-ка огонь Над кумганами Почтенный Чайханщик, Подбрось Него Побольше Арчи Благоуханного Дерева Ферганских Гор. Пока Хаджан Асредин Отдыхает, Мы выпьем Еще по пиале Крепкого Душистого Чая. Слышите, Слышите? Это Придворные Музыканты С трубами, Барабанами, Флейтами И корнаями Возвещают О выходе Из дворца Самого Эмира. Толпа Рабочет, Гудит ему Навстречу. И, конечно, Хаджан Асредин, Выспавшийся, Отдохнувший Уже тут, В самой Гуще народа. Дорогу Эмиру, Дорогу Святейшему Эмиру, Дорогу Поверителю Проверярный. Музыканты Ой, не очень-то Красив с виду Пресветлый Эмир. Лицо Смахивает На перезрелую Дыню, Живот Отвисло. Ой, Ноги Кривые. Тьфу. Говори, Визирь, Повелитель Правоверных, Солнце Вселенной, Премудрый Эмир Прибыл Творить Справедливый Суд. Поверителю Подходите, Жители Бухары. Защиты Исправедливости, Ой, Эмир. Эгэ, Да это мой Знакомый Кузнец. Что ему Понадобилось От Пресветлого Эмира? Я пришел С жалобой От Кузнечного Ряда. Нам прислали Пятнадцать Стражников, Чтобы мы Кормили их Три месяца. Но прошел Уже Целый год, А мы все Кормим их, И нет Этому Конца. Каково Будет Твое Решение, Умудрейший Исповелитель? Я Прочел Его На твоем Лице У Владыка Правоверных. Недостойные Кузнецы Не оценили Великой Милости Оказанные Им. Премудрый Мир Приказывает Поставить Кузнечному Ряду Еще Двадцать Стражников. Кузнецу Жилсупу Даровать Двести Плетей, Дабы Внушить Ему Слова Покаяния, Без Всего Перед Ним Не Откроются Райские Врата. Увести Кузнеца Поэты О, Мудрый Мир О, Мудрейший Из Мудрых О, Мудренный Мудростью Мудрых О, Над Мудрыми Мудрый Мир Этот Кузнец Не из Тех, Что Легко Забывает Он Будет До Конца Дней Своих Помнить Эмирскую Милость Защиты И Справедливости О, Эмир Ростовщик Жапар Смотрите Этот Паук Привел На Эмирской Суд Горшещник И не я За его Дочь Несчастный Дюльджан Будь он Броклят Этот Ростовщик Мир Тебе Почтенный Джеффар Изложи Своё Дело Великому Эмиру Припади К его Стопа О, Великой Владыка Вселенной Этот Человек По имени Неяс А по занятиям Горшещник Должен Мне Сто Таньга И Ещё Триста Таньга Процентов На этот Долг Сегодня Утром Наступил Срок Уплаты Но Горшещник Ничего Не Уплатил Рассуди Нас О, Мудрый Эмир Солнца Вселенной Признаёшь Ли ты Это Долг Горшещник Может быть Ты Оспариваешь Его Нет Я Ничего Не Оспариваю Я Только Прошу От Срочки На Один Месяц Всего Лишь На Месяц Великодушный Эмир Позволю Владыка Объявить Решение Которое Я прочёл На твоём Лице В законе Сказано Если Если кто Не Уплатит В срок Своего Долга То Поступает Со всей Семьёй В рабство К тому Кому Должен И Пребывает В рабстве Пока Не уплатит Долга С процентами За всё Время Считает Так же И время Проведённое В рабстве Отец Что Нам Делать Я Несчастлив Но Милость Нашего Эмира И Великодушие Его Безграничны Хотя Срок Уплаты Уже Миновал Эмир Дарует Горшечнику Неязу Отстрочку Один Час Ступай Горшечник И да Пребудет На тобой Благоволение Мира А не Уплатишь И ты И твоя Дочь Гульджан Станете Рабами Почтенного Джафара Поэты О Справедливых Затмевающих Самую Справедливых О Украшении Земли И Слава Небо Проклятый Ишак Чему ты Обрадовался Неужели Ты не можешь Подтищи Восхвалять Милосердие И мудрость И мира Великий Праведный Суд Окончен Присветлый Присветлый Мир Присветлый Присветлый Как я случайно увидел тебя, сон и покой меня оставили. И вот сегодня, ровно через час, ты войдёшь в мой дом. О, пусть лучше шакалы растерзают меня. Если ты будешь благосклонна ко мне, я дам твоему отцу лёгкую работу и хорошую пищу. Если же станешь упрямиться, покажи мне своё лицо, прекрасный Гюльчан. Ты не хочешь? Тогда я сам подниму покрывало. Она прекрасна, как ангел. Любовь сразила меня мгновенно, подобно молнии. И эта хромая, горбатая, кривая обезьяна осмеливается посягать на такую красоту. А я несчастно ещё вытащил его из воды. Жди меня здесь, горшечник, под этим деревом. Я вернусь через час. И не пытайся скрыться, ибо всё равно я разыщу тебя хоть на дне морском. Горшечник, я слышал приговор. Тебя постигла беда, но, может быть, я сумею помочь тебе. Нет, добрый человек, я вижу по твоим заплатам, что ты тоже беден. Мне ведь надо достать целых 400 таньга. Я попробую это сделать. Ты, наверное, смеёшься надо мной. В подобном деле мог бы достичь успеха разве только как жар на среде. О, прохожий, спаси нас, спаси. Я спасу тебя, моя красавица. И, вскочив на Ишака, он помчался к базарной площади. Выбрав самую большую и людную чайхану, он не только вошёл сам, но и втащил за собой по ступенькам лестницы своего Ишака. А Джуна Средина встретили удивлённым молчанием, но он ничуть не смутился, попросил у хозяина книгу, положил её перед Ишаком. Всё это он проделал неторопливо и спокойно, как будто так и полагалось. Проголодавшийся Ишак стукнул копытом огулки деревянной настил. Уже прочитал? О, ты делаешь заметные успехи. Послушай, добрый человек, разве в моей чайхане место для Ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу? А я учу этого Ишака богословию. А, богословие Ишака. Хорошо, очень хорошо. Ещё немного усилий, о, Ишак, и ты сможешь занять должность главного богослова в медрессе мира раб. Вот только страницы он не умеет перелистывать. Приходится ему помогать. Ишак читает священную книгу? А этот Ишак непростой Ишак. Он принадлежит самому Эмиру. Однажды Эмир позвал меня и спросил, можешь ли ты обучить моего любимого Ишака богословия? Я ответил, о, пресветлый Эмир, любой Ишак не уступит остротой своего ума ни одному из твоих министров. Я берусь обучить твоего Ишака богословию, но для этого потребуется 20 лет. Эмир велел выдать мне 5000 таньга золотом и сказал, учи его. Но клянусь Аллахом, если через 20 лет Ишак не будет знать богословие, я отрублю тебе голову. Ну, значит, ты можешь заранее проститься со своей головой. Где же это видано, чтобы Ишаки учились богословию? Таких Ишаков немало и сейчас в Бухаре. А голову мою не оплакивай, не надо, не оплакивай, не надо. Потому что за 20 лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрёт. Или я, или Эмир, или этот Ишак. А тогда пойди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие. Вы слышали? Тогда пусть разбираются, кто из них лучше знал богословие. Подождите, подождите. Кто ты? И откуда, от человека, обучающий богословию своего Ишака? Да это уж не сам ли... Хаджан Асредин. А что удивительного в этом? Что удивительного? Да, я Хаджан Асредин. Здравствуйте, жители Бухаре. Хаджан! 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 Берегись, друг, тебя могут схватить. Слушайте, жители благородной Бухары! И Хаджан Асредин рассказал людям историю горшечника Нияза и его дочери, красавицы Гюльджан. И решили они спасти Нияза. Первым выступил босой водонос. Он бросил на деревянный помос свой новый поезд. А потом к ногам Хаджан Асредина полетели тюбетейки, туфли, пояса, платки и даже халаты. Толстый чайханщик принес два самых красивых чайника и медный поднос. Но что было делать дальше с этой грудой товара? Распродать? Но великий эмир навел в Бухаре такие порядки, что ни один лишний грош не залеживался ни у кого в кармане. Покупателей не было, а час отсрочки подходил к концу. Тут показался Джафар. А ростовщик не мог пройти равнодушно мимо груды вещей. К тому же он узнал Хаджу Насредина. Это, кажется, человек, вытащивший меня из воды. Но откуда у тебя столько товара? Да ведь ты сам мне вчера дал полтаньгау, почтенный Джафар. Я пустил их в оборот, и удача сопутствовала мне. Мои деньги пошли тебе на пользу. Сколько ты хочешь за всю эту кучу? А, 600 танга. Ты с ума сошёл? И тебе не стыдно заламывать такую цену со твоего благодетеля? 200 танга, вот моя цена. 500. Из уважения к тебе, почтенный Джафар, 500 танга. Неблагодарный? Разве не мне ты обязан своим благополучием? А разве не мне обязан ты, ростовщик, своей жизнью? Правда, ты дал мне тогда всего полтаньга, но она твоя жизнь не стоит большего. Я не в обиде. Говори настоящую цену. Эту кучу я продам не меньше, чем за 700 танга. 350. 400. 375. 400. Клянусь салахом, я переплатил вдвое. Но такой уж у меня характер. Всегда терплю убытки по собственной доброте. Эй, носильщик, тащите узлы за мной. А нам по дороге, идем, идем скорее. Куда ты так торопишься? А туда же, куда и ты. Мы с тобой, почтенный Джафар, идем в одно и то же место, по одному и тому же делу. Но ты не знаешь моего дела. Если бы ты знал, ты бы позавидовал мне. А я скажу, если бы ты, ростовщик, знал мое дело, то позавидовал бы мне в 10 раз больше. Ты невоздержанный язык, подобный тебе должен трепетать, разговариваясь подобно мне. Я богат, желаний моим нет преграды. Я пожелал самую прекрасную девушку в Бухаре, и сегодня она будет моей. Выслушай меня, почтенный Джафар. Рассказывают. Однажды шакал увидел высоко на дереве алую вишню. Шакал сказал себе, во что бы то ни стало, но я съем эту вишню. И он полез на дерево, лез туда два часа и весь ободрался о сучья. И когда он уже приготовился полакомиться и широко разянул пасть, откуда-то налетел сокол, схватил вишню и унес. Вишни, о почтенный ростовщик, растут на деревьях не для шакалов. Ты глуп, в твоей сказке я не вижу смысла. Глубокий смысл познается не сразу. А-а-а, вот они, вот они, сидят и ждут своего властелина. Ну, горшечник, время истекло. Отныне ты мой невольник, а твоя дочь рабыня и наложница. Ой, отец, мы погибли. Ты плачешь, Гюльчан, клянусь, я сейчас осушу твои слезы. Посмотри, разве эта девушка не прекрасная? Сегодня она разделит со мной моё ложе. Скажи теперь, кто кому должен позавидовать? Она действительно прекрасна. Я в жизни не встречал девушки лучше. Как тебе не стыдно смеяться надо мной, прохожий? Смеяться? Подожди, скажи, почтенный Джафар, Есть ли у тебя расписка, горшечник? Конечно. Разве можно вести денежные дела без расписки? Ведь все люди мошенники и воры. Вот она. Дай её мне, дай. О, расписка правильная. А теперь... Эй, почтенный прохожий, Ты, ткач, и ты, хвасильщик, Будьте свидетелями. Эй, ха-ха, да и ты тут кузнец. По вкусу пришло с тебя правосудие нашего великого эмира. Иди-ка сюда. Идите все, 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 все. Зачем ты их зовёшь? А вот... Зачем? Как ты осмелился порвать расписку? Получи твои деньги, ростовщик. Вот они. Четыреста тоньга. Можешь не проверять, ты сам их мне отсчитал. О, прохожий, прими мою благодарность. Ты вырвал добрычу из моих рук. Скажи нам своё имя, прохожий. Чтоб мы знали, за кого возносить молитвы. Да, 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 да. Скажи своё имя, Чтоб я знал, кого проклинать. В Багдаде и Тегеране, В Стамбуле и Бухаре, В Бахчисарае и Дамаске Всюду зовут меня одним именем Хаджана Средин. Ты, Хаджана Средин? Это наш, наш Хаджана Средин. Хаджана Средин! Глаза девушки сияли под чадрой. Нужно сказать, что она действительно была красавицей. И вишня досталась сокову. Не только та, что висела на дереве в сказке, но и другая по имени Гюльчана. Если ты проснёшься рано, Проберись, мой сад густой. И сорви из куста мне розу, Окроплённую росой. И сорви из куста мне розу, Окроплённую росой. Если ты проснёшься поздно, Я тебя упрёком встречу. Если ты проснёшься поздно, Я тебя упрёком встречу. Нас помирит только роза, Принесённая тобой. Нас помирит только роза, Принесённая тобой. Я люблю тебя, царица души моей. Ты моя первая, единственная любовь, Гюльчана. Ах, говори, говори, но тише, отец проснёт. Я твой раб и готов всё, всё готов сделать для тебя. Вся моя жизнь была лишь ожиданием встречи с тобой. Ох, ты, наверное, говоришь это не в первый раз. Я? Вот это могла подумать. Как ты могла б? О, ласточка моя. О! Ой, я, кажется, слышал звук пощёчины. И зачем обязательно драться, когда можно сказать словами? Словами. Мало того, что я, позабыв всякий стыд, ты открыла перед тобой лицо, но ты ещё тянешь свои длинные руки, куда они следуют. Не сердись моя, Гюльчан, не сердись. Правда, я сплоховано. Но зато теперь знаю твой характер. Я согласен получить от тебя, доженить бы ещё десять раз по десять пощёчин, лишь бы потом ты была бы так же щедра найти пощёчины для других. Для других, Гюльчан. Я вижу, что ты будешь надёжной женой. С женой? Неужели это когда-нибудь случится? Мой, Гюльчан, среди. Случится и скоро, скоро случится. Дай только мне немного заработать денег. Я боюсь за тебя, любимый. С тех пор, как стало известно, что ты вернулся в Бухару, стражники и миры ищут тебя по всем базарам. Никогда шакалом не поймать сокола. А вчера, когда ты уходил, мне почудилось, что за изгородью мелькнула борода Джафана. Не бойся ничего, не надо, не бойся, моя ласточка. О, владыка вселенной, пресветлый мир! Знай, что в Бухаре есть девушка, прекрасная, как молодая луна, стройная с сияющим лбом и румяным лицом с глазами газели. Такая красавица достойна занять место в нашем гареме. Кто она? Это дочь одного горшечника, ничтожным именем которого я не осмелюсь оскорбить слух повелителя. Вот тебе кошелек золота. Если девушка угодит нашему вкусу, ты получишь еще столько же. Порвала щедрости нашего, владыки, но пусть повелитель поспешит, ибо за этой серной охотятся. Кто? Тот, что, презрев повеление мира, вернулся в Багдад, проклятый Хаджана Среддин. Опять Хаджана Среддин? И здесь Хаджана Среддин? Не успел он появиться в Багдаде, как стал мутить наш народ. А теперь, эй, бахтиар, удвоит число шпионов во всех чайханах, на всех площадях. Если Хаджана Среддин не будет пойман, ты сам познакомишься с палачом. И позаботься доставить во дворец девушку, о которой говорил Джафар, нам угодно взглянуть на нее. О горе, горе, стражники эмира схватили прекрасную Гюльджан и увели во дворец. Когда Хаджана Среддин прибежал, уже все было кончено. Старый неяс сидел, уронив руки, и слезы текли по его морщинистому лицу. Солнце палило, но Хаджу на Среддин обил озноб. Рассудок его помутился. Он выхватил кривой нож, чтобы бежать во дворец. Вдруг чья-то тяжелая рука легла на его плечо. Их много, а ты один. Ты погибнешь сам и не спасешь ее. Но зачем, зачем ты удерживаешь меня, кузнец? Один нож против сотни мечей, не дело разумных. У тебя есть другое оружие. Твой ум, он острее ножа. Ах, лучше бы мне лежать мертвым. Да не теряй времени на горестные восклицания. Иди и действуй. Ты прав, кузнец. Я не переживал еще минут тяжелее этих, но не подобает Хадже на Среддину впадать в отчаяние. О, пресветлый мир! Наши счеты с тобой еще не кончены. Где же этот преступник Хаджана Среддин? Поймали его? О, повелитель! Его ищут, ищут. Кто владыка Бухары? Кто владыка Бухары? Мы или этот проклятый богохульник? Всего неделя, как он в Бухаре, а красильщики уже перестали платить налоги, а кузнецы отказываются кормить моих стражников. Его видят то там, то тут. Он открыто призывает народ к бунту. Как следует поступить с таким преступником? Он заслуживает самой жестокой казни. Так почему же он до сих пор жив? Калиф? Молчите вы, бездельники, тунеядцы! Знаете, мы выписали к себе на службу из Багдада нового мудреца по имени Гусейн Гуслия, служившего до сих пор калифу багдадскому. Он скоро прибудет, и тогда горе вам, уминатели тюфяков, поглотители были, набиватели своих бездонных карманов. Я всех прогоню прочь. Пресветлый мир, солнце вселенной, дочь Горшиченко, прекрасный гульджан, доставленного дворе. Ну, ввести ее. Приблизься, о, девушка. Приблизься. Упади к стопам, Владимир. Она поистине прекрасна. Переоденьте девушку в легкие шелка, насурмите ей брови и нарумяньте щеки, умастите волосы розовым маслом, выкрастье ногти в красный цвет. Этой ночью мы придем к ней. О, лучше сразу убейте меня. Она лишилась чувств от столь великого счастья. Отведите девушку в горе, поручите ее старухам и евнухам. Она хороша, как утренняя заряга. Мы жалеем только, что не можем повелевать солнцу, иначе мы приказали бы ему закатиться сегодня быстрее. Позвать музыкантов, позвать танцовщиц. Ахаджан Астридин, он бродил по городу с одной мыслью. Надо спасти Гюльджан. Времень у него было в обрез. Солнце пересекло уже полуденную черту. Ахаджан Астридин трижды обошел вокруг Эмерский дворец, с тоской взирая на высокие неприступные стены. Потом он направился на базар. Он верил, что если решение человека непреклонно и мужество неистащимо, сама судьба придет ему на помощь. Здесь, в базарной суете, давке, шуме и грохоте, он заметил друг худого горбоносого старика, возвышавшегося на верблюде. Конец его челмы был подвернут, что свидетельствовало о большой учености. Это был случай, посланный судьбой. Старик оказался... Но вернемся к Эмиру с нетерпением ожидающего наступления ночи. Хвала Средоточию Вселенную! К воротам дворца прибыл неизвестный, именующий себя Гусейном Гуслия, мудрецом из Багдада. Гусейн Гуслия! Пропустите его! Зовите его сюда! Приветствую славного и великого Эмира, Солнце и Луну Вселенной! Я спешил день и ночь, чтобы предупредить Эмира о страшной опасности. Пусть Эмир ответит своему ничтожнейшему рабу! Я умоляю повелителям, пусть Эмир скажет, не входил ли он сегодня к женщине. К женщине? Да. Сегодня? Нет. Мы собирались, но еще не входили. Слава всемогущему Аллаху! Да будет известно великому Эмиру, что вчера ночью звезды расположились крайне неблагоприятно для него. И я, не достойный лобызать прах следов пресветлого Эмира, прочитал по звездам, что пока они не станут в благоприятные зачитания, Эмир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема. Что ты говоришь, мудрец? Только сегодня утром в нас Гарем привели одну девушку, и мы хотели... Извергни ее из своих мыслей, о пресветлый Эмир! Извергни! Слава Аллаху, я успел вовремя. Теперь я буду до конца дней своих гордиться тем, что не допустил вселенную осиротельки. А-а-а! Люстилые собаки! Если бы не Гусейн Гуслия, вы спокойно взирали бы, как ваш повелитель идет навстречу своей гибели. Посмотри на них, Гусейн Гуслия, посмотри на этих жирных тунеядцев. Поистине еще ни один государь не имел столь глупых и нерадивых слуг. Светлейший мир совершенно прав. Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Вот-вот именно, не отмечены печатью мудрости. Скажу еще, что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности. Воры, все воры, все до единого. Ты поистине великой мудрец. Ты проникаешь взором в души. Пресветлый владыка! Эти благосклонные слова лучшая награда твоему недостойному рабу. Вы узнали, почтенные друзья, этот голос? Ведь под видом мудреца во дворец пробрался никто иной, как Хаджан Асредин. Он так напугал настоящего Гусейна Гуслию рассказами о жестокости мира, что ученый-старец был рад обменяться с ним одеждой и убраться в освоящий. Но будем продолжать. Ведь в кувшине этой истории еще не видно дна. Нимый Гусейн Гуслия вошел в доверие к Эмиру, стал его ближайшим советником в делах. Хаджан Асредин решал, Эмир подписывал, а визирь Бахтиар, вздыхая, только прикладывал к бумагам медную резную печать. О, великий Эмир, дозволь сказать твоему верному слуге, что же творится в нашем государстве? За последние дни изданы указы об отмене налогов с ремесленниками, о бесплатном пользовании дорогами, об внесении базарных сборов. Ведь так недолго и совсем разорить Эмирскую казну. Что ты знаешь, ничтожный, и что понимаешь? Мы сами не меньше тебя скорбим об этих указах, но так побелевают звезды. Утешься, Бахтиар, это на короткое время. Скоро звезды станут в благоприятное сочетание. Объясни ему, Гусейн Гуслия. Я объясню ему, о, великий Эмир. Звезды Аль-Ава в созвездии Девы и Аль-Бальда в созвездии Стрельца противостоят звездам Садбула в созвездии Водолея. Ты понимаешь, о сиятельнейшей визире они противостоят. Ну и что же, что они противостоят? Почему это должно помешать нам исправно взыскивать сборы и пошли? По причине неблагоприятного сочетания звезд я до сих пор не вхожу к новой наложнице, а ты толкуешь мне о сборах, о пошлинах. Почтенный визирь позабыл о звезде Агда-Баран в созвездии Вала. Пусть, пусть посмотрит на небо и сам убедится. Зачем мне смотреть на небо? Моё дело смотреть за приумножением казны. Объясни, почему мы не можем взимать налог с горшечниковой ткачей? Как почему? Да я же целый час толкую тебя об этом. Звёзды Аль-Ава в созвездии Девы и Аль-Бальда в созвездии Стрельца противостоят. О, милосердный повелитель! Новая наложница! Прекрасная Гюльжана! Что? Что с ней? Она заболела. Лежит худая и бледная, как молодая луна. Лицо у неё восковое, пальцы холодные. Ты отвечаешь за неё головой, старуха. Что, если она умрёт? Ведь мы ещё ни разу не входили к ней. Мудрейший гусень-гуслея, которого так хорошо известны сочетания звёзд, умеет, конечно, излечивать и болезни. Да, заберусь исцелить наложницу, надо только её осмотреть. Ничтожный раб! Знай, что никто под страхом ужасной казни не смеет взглянуть в лицо наложницы Эмира. А зачем мне её лицо? Достаточно взглянуть на руку, и искусный лекарь может распознать любую болезнь по цвету ногтей. Ах, на руку, это другое дело. Что же ты сразу не сказал? Мы сами пойдём с тобой в гарем. Она здесь, за шёлковой занавеской. Ну, что же ты молчишь, гусень-гуслея? Хоп, повелитель! Я прислушалась к её дыханию. Я стараюсь уловить сквозь занавеску биение сердца твоей наложницы. Как её зовут? Её зовут Гюльджан. Гюльджан? Она перестала дышать. Гюльджан. Гюльджан. Слушай, Гюльджан. Моё имя Гусейн-гуслея. Я новый мудрец, звездочёт и лекарь, прибывший из Багдада. Ты понимаешь меня, Гюльджан? Я новый звездочёт и лекарь. Меня зовут Гусейн-гуслея. И тебе угрожает опасность, Гюльджан, но я спасу тебя. Ты должна верить и надеяться. Ты слышишь меня? Я слышу тебя, Гусейн-гуслея, мудрец из Багдада. Я верю тебе. Она же говорила впервые за три последних дня. Дай мне руку, Гюльджан, дабы я по цвету ногтей мог определить твою болезнь. Возьми мою руку, Гусейн-гуслея. Что у тебя болит? Сердце. У меня болит сердце от горя и тоски. О чём причина твоего горя? Я разлучена с тем, кого люблю. Она же болела от того, что звёзды разлучили её с присветлым повелителем. Я разлучена с моим любимым. И вот сейчас я чувствую, что мой возлюбленный здесь, рядом. Но я не могу ни обнять, ни поцеловать его. О, скоро ли, скоро ли наступит день, когда он приблизит меня к себе? Всемогущий Аллах, какую сильную страсть внушил ей повелитель за столь короткое время. Эй, успокойся, Гюльджан, тот, кого ты любишь, слышит тебя. Да-да, он слышит, твой возлюбленный Гюльджан, слышит тебя. Такого искусного лекаря ещё не видывал мир. Она скоро поправится. Не бойся ничего, Гюльджан. Я знаменитый Гусейн Гуслия, спасу тебя. Он спасёт, он обязательно спасёт. Спасибо тебе, Гусейн Гуслия, я счастлива, мой возлюбленный рядом. Он рядом, Гюльджан, совсем рядом. Я чувствую, как вместе удар в удар бьются наши сердца. Кто любил и страдал, тот поймёт, что пережил Хаджана Средин, держа исхудавшую руку своей Гюльджан, не смея взглянуть ей в лицо, прижать её к сердцу. Но главное было сделано. Ему удалось переступить порог эмирского гарема. Теперь он стал приходить сюда каждый день под предлогом лечения наложницы эмира. Сколько трудов стоило мнимому мудрецу усыпить подозрительность явнухов, припрятать прочную верёвку, отвлечь внимание стражей. И вот настал час бегства. Скорей, скорей. Вот верёвка. Здесь высоко. Я боюсь. Не бойся, ничего не бойся. Я обвяжу тебя крепкой петлёй. Прыгай, Гюльджан. А ты? Я спущусь за тобой. Торопись, торопись. Она уже внизу. Её белое покрывало метнулось в лунном свете и скрылась в тени тополей. И ты спасена моя, Гюльджан. А во дворце уже поднялась тревога. Эмир немедленно послал за своим любимцем. Вот. Вот, гусень, гуслия. До чего дошло? Мы, великий эмир, не имеем даже в собственном нашем дворце покоя от этого бродяги Хаджина Средина. Слыханное ли это дело, чтобы из эмирского гарема украли наложницу? О, пресветлый эмир! Но, может быть, это сделал не Хаджина Средина. А кто же ещё? Говорят, девушка была его невестой. Кто же ещё мог это сделать, кроме Хаджина Средина? Позволь мне, о, великий эмир, направиться на поиски этого злодея. Твоё легкомыслие удивляет нас, гусень, гуслия. А кто же будет давать нам советы? Нет, мы сделаем иначе. Пусть стражники схватят и приведут во дворец всех, кто когда-либо встречал Хаджина Средина, знал его, разговаривал с ним. Мы сумеем вырвать у них признание. На следующий день Хаджан Средин с ужасом увидел, как в открытые ворота под охраной вооружённых стражников входили вереницы с опущенными головами и связанными руками все его друзья, горшечник Ниаз, чайханщик Али, кузнец Юсуп, ткачи, сидельщики, гончары, погонщики, водоносы. Допрос начался со старого Ниаза. Горшечник Ниаз, ты можешь избавить себя и других от казни, если откроешь, где находится возмутительное спокойствие Хаджа на Средине. Отвечай, ну? Нет, я не скажу. Я не знаю, где находится Хаджан Средин. Палачей! Отрубить ему голову! Они погибнут все, если будут упорствовать. О, повелитель! О, повелитель, прикажи остановить казнь! Я сейчас поймаю Хаджу на Средина. Где же он? Ты знаешь? Да будет справедливым, чтобы ты, о Великий мир, даровал свободу этим людям. Хорошо, я спущу их. Говори скорее, где он? Все слышали? Великий мир обещал освободить всех. Все слышали? Все слышали? Тогда... Тогда... Прочь эту челму! Прочь бороду! Хаджана Средин! Перед тобой мир! О! Это же Хаджан! Ты! Схватить его! Эй! Эмир обещал всем свободу! Свободу! Эмир дал слово свободу! Все слышали слова Эмира! Свободу! Свободу! О, повелитель! Гнев народа опасен! Их надо отпустить! Пусть будет так! Эмир держит свое слово! Эмир держит свое слово! Он дарует этим людям свободу! Развяжите их! Вот так! Ну а для тебя, проклятый обманщик, мы придумаем казнь, которая и не снилась тебе! Эмир повелел посадить Хаджу на Средина в мешок и всенародно утопить в огромном водоеме! Целый день там стучали топоры! Плотники возводили высокий помост! Они работали молча с угрюмами ожесточенными лицами! Закончив, они отказались получать плату и ушли, глядя в землю! Вечером ударили барабаны! К водоему со всех сторон потянулись толпы народа! Вскоре прибыл эмир со смитой! На помосте зажгли дымные факелы! Пламя шипело и гнулось от ветра! На воде дрожали бакровые подвески! Противоположный берег тонул в темноте! Толпы не было видно, но ясно слышалось, как ворочается, движется и дышит она! ПЕСНЯ Опасаясь, чтобы ропщущий народ не отбил Хаджуна Средина, три стражника получили приказ принести мешок с пленником окольной дорогой к водоему. Они были очень злые, ведь за поимку Хаджина Средина была обещана большая награда, а он сам отдался в руки эмирам. Стражники грубо тащили мешок. Хаджа на Средин не мог даже пошевелиться, свободным у него оставался только голос. О, неужели вы не могли выбрать мешок попросторный? Не растопыривайся, сын греха, иначе мы вдавим твои колени в твой живот. Остановитесь, доблестные воины, остановитесь на минутку, я хочу прочесть молитву перед смертью. Читай, но из мешка мы тебя не выпустим, и не задерживайся, нам надо спешить. Спасибо, спасибо, благочестивые воины, мне, положим, совсем некуда спешить. Ну, торопись, торопись, призребный. О, всемогущий, всемилостивый Аллах, сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною десять тысяч штанга, отдал бы из них одну тысячу в мече, поручив муле молиться за меня. Ах, слышали? Тише, тише, надо заполучить эти деньги. Ах, несите меня дальше, несите. Предаю дух свой в руки Аллаха. О, ничего, можно отдохнуть еще немного. Ох, Альжана Суредин, мы слышали твою молитву. Мы как раз те люди, которые тебе нужны. Укажи нам, где спрятаны десять тысяч штанга, и мы обещаем отдать муле целых две тысячи. Ну, что ты говоришь, святый Иси? Нас тут трое, так мы отдадим муле триты. Триты? А, могу ли я довериться вам, о воин? Достаточно ли вы благочестивых? О, будь уверен, нет более благочестивых, трезвых и смиренных стражников во всем войске эмира. Нет, нет, поклянитесь, поклянитесь, что мое имя действительно будет поминаться в мечети в течение десяти лет. Клянемся! Ну, говори, говори скорее, где закопаны деньги. Где? Где? Открой свою тайну. И Хаджан Асредин открыл им свою тайну. Будьте спокойны, добрые люди. Он назвал им самый глухой угол самого дальнего кладбища. Двое стражников сразу отправились на поиски, но третий остался караулить мешок. Это могло бы повергнуть Хаджу на Срединову ныне, если бы он не знал так хорошо человеческую натуру. Ах, как долго они там возятся. Ах, они, наверное, перепрятывают деньги в другое место. А завтра вы все трое придете за ними. Перепрятывают? Да. Ой, беда на мою голову. Ох, так они занимаются делом. Я хотел бы послушать какую-нибудь душеспасительную историю. Может быть, ты вспомнишь и расскажешь мне о доброй стражнике. Нет, я не знаю никаких душеспасителей историй. К тому же я устал. Пойду прилягу вот здесь на траве. Ах, убежал. Хорошо, теперь за дело. Ах, нет, нет, я не могу, не могу освободиться. Мешок слишком крепок прохожего. О, всемогущий случай, пошли мне прохожего. Кажется, кто-то идет. Что за мешок? Откуда он взялся? Это здесь человек. Конечно, человек. А что вот удивительного? Как что удивительного? Зачем ты забрался в мешок? Значит, нужно, если забрался. Может быть, тебя посадили в мешок насильно? Насильно? Стал бы я платить 600 танга за то, что вы меня посадили, несет насильно. 600 танга? Да. За что же ты уплатил такие деньги? Ихаджан Асреддин рассказал ростовщику Джафару, он его сразу узнал, целую историю. Мешок этот волшебный. Он исцеляет кривых, хромых и горбатых. А ведь вы помните, что Джафар был крив, хром и горбат. Далее ростовщик узнал, что как только человек заберется в мешок, к нему подлетят могущие джины и спросят, где он закопал 10 тысяч танга. На это нужно ответить так. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Тогда джины начнут немилосердно избивать его, а он должен терпеть и повторять. Тот, кто носит медный щит, таков обряд. Сам он уже излечился и готов уступить мешок за полцены, за 300 танга. Еще не дослушав, Джафар развязал мешок, передал Хаджан Асреддину, который поспешил закрыть лицо, 300 танга, и с кряхтением и стонами залез в мешок. Хаджан Асреддин едва успел крепко завязать веревки и спрятаться в кустах. Стражники уже возвращались, громыхая медными щитами. Эй! 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 Мы обшарили все хладбище и ничего не нашли. Говори, Элшингриха, где закопали 10 тысяч танга? Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Обманщик! Он надеялся бежать. Бейте его! На тебя! Тот, кто носит медный щит, аааа! Ааа! Ааа! Аааа! Поштат имеет медный лоб. Ааа! Аааа! Ааа! Хватит с него. Понесем скорее мешок к водоёму, а то визирь всыпет нам по стопалу. Аааа! На тебя напоследок. Аааа! Взванивай! Прощай, хаджа насреди! Прощай! Проклятые собаки! Где вы замешали? О, великая визит! Мы не присели ни на минуту! Мы не присели ни на минуту! Этот сын греха тяжелей верблюда! Тяжелей верблюда! Вы, цели, бухары! По повелению великого солнцеподобного и мира предается смерти через утопление в мешке возмутитель спокойствия и сеятель раздоров хаджа подождите! 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 Я вас нахожусь в землю! Я вас нахожусь в землю! Я вас нахожусь в землю! Куда вы меня тащите? Куда вы меня тащите? Я вас нахожусь в землю! Я вас нахожусь в землю! Да, искусно подделывает он свой голос! Тот что-то под стенный из запаха! Отпустить! Бросайте мешок! Правосудие совершено! Пресветлый мир удаляется во дворе! О, мой хаджан Среддин, прощай, прощай навек. Сердце моё разрывается от горя. Прощай. Я скорблю вместе с тобой, дочка. Сейчас кузнец Юсуп вытащит мешок из воды. Мы похороним хаджуна Среддина, как доброго мусульмана. Вот он. Подхватывайте, братья, подхватывайте. Выносите на берег. Нет, я не могу, не могу. Я тоже хочу умереть. Вот так. Ой, дайте мне разрезать мешок. Я любил его больше всех. Хотя редко говорил ему об этом. Вот нож, Юсуп. Это... Это... Джафар. Ростовщик Джафар. Ай, я с ума схожу. В мешке ростовщик Джафар. Джафар. Ну, где же тогда хаджа на Среддин? Здесь я. Здесь. Кому я нужен? Зачем вы собрались у водоема? Что вы здесь делаете в такой поздний час? Как, зачем собрались? Мы хотели оплакать и похоронить тебя. Меня? Оплакивать? О, благородные жители Бухары! Вы плохо знаете хаджуну Среддина, если думаете, что я собираюсь когда-нибудь умереть. Он жив! Жив! Кузнец Юсуп! Кузнец Юсуп! Юсуп, ты помнишь мою клятву насчет ростовщика Джафара? Помню, ты сдержал ее, хаджа на Среддин. Дайте мне его сумку со всеми долговыми расписками. Так, вот она. Так пусть она лежит на дне всегда и вечно, эта сумка! А теперь, теперь я прощаюсь с вами, о, жители благородной Бухары. Пришло время мне отправляться в дальний путь. Юльджан! Юльджан, цветок моего сердца, ты поедешь со мной. Поеду куда хочешь. Жители Бухары достойно проводили хаджуна Среддина и его невесту. Караван-сарайщики привели для гюльджан белого, как хлопок и шака. Кузнецы и сидельники, чайханщики, оружейники. Каждый принес свой подарок. Наконец, они отправились в путь. Зазвенела, задымилась дорога под копытами шака. И скоро высокие минареты исчезли в пыльных зверхах. Паля вокруг зовут меня. И шаг мой, дорога, везет меня. Пылит дорога, лежит дорога, Бежит дорога в дом, в дом. Вот и все, добрые люди. Опустела моя пиала. Окончен рассказ о хадже на Среддине. Но память о нем осталась и впредь остается. Благородный и светлый, Сохраняющий, подобно алмазу, Вечно и вопреки всему Свой чистый блеск. До сих пор путники, Останавливаясь перед скромным надгробием В далеком Ак-Шахире, Вспоминают добрым словом Хаджу на Среддина, Возмутителя спокойствия, Веселого бродягу из Бухары. Впрочем, некоторые говорят, Что под этим надгробием никто не лежит. Что лукавый хаджан Асреддин Нарочно поставил его И, распустив слухи о своей смерти, Отправился дальше бродить по свету. Так ли было это или не так, Не будем строить бесплодных догадок. Скажем только, Что от хаджи на Среддина Можно всего ожидать.